Вы слушаете канал жааш.клаб, основатели династий, Рогволот и Рогнёда, часть 2. Тем временем на Русь надвигались кровавые события. После гибели от печенегов великого князя Святослава в Киеве его место занял старший сын Ярополк, в Чернигове – Олег, а в Новгороде – внебрачный сын Владимир. Весной 975 года черниговцы убили сына воеводы Свенельда. Воевода, будучи в доверительных отношениях с Ярополком и желая отомстить за смерть сына, посоветовал Ярополку о необходимости войны с князем Олегом. Через два года Ярополк напал на Черниговщину. Около вруча киевские и черниговские дружины встретились в битве. Не выдержав удара киевских войск, которыми руководил Свенельд, черниговцы вместе с Олегом бросились спасаться за городскими стенами. На мосту через ров возникла давка, много воинов сорвалось вниз и погибло, среди них и Олег. Эти события встревожили Владимира и его дядьку Добрыню. Было ясно, что рано или поздно Ярополк захочет расправиться и с Владимиром. И они не ошиблись, Ярополк не стал терпеть в Новгороде власть сводного брата. Владимир и Добрыня покинули город и два года собирали войско, как указывают историки, в районе Словонии, ближе к устью Вислы. И Ярополк, и Владимир искали союза с Рогволодом. В будущей войне многое решалось от того, на чьей стороне выступит полоцкий князь. Палачане контролировали водные пути, что соединяли Новгород и Киев, и союзник мог без препятствий провести по них войска. Кроме того, он мог получить значительную помощь от полоцкой дружины. И вот почти одновременно из Новгорода и с Киева до Рогволода прибывают сваты, чтобы посватать его дочку, красавицу Рогнеду. Девушка выбрала Ярополка. Скорее всего, этот выбор сделал Рогволод. Оно и понятно, Ярополк – законный хозяин Руси. А кто такой Владимир – незаконнорожденный сын Святослава от ключницы-малуши, который не имеет прав на киевский престол. Получив от Рогнеда отказ, новгородский князь выступил против полоцка. Он повел более чем двухтысячный отряд шведских наемников под предводительством воеводы Фулиера, новгородскую дружину, отряды чуди, эстов, изборских и псковских кривичей. Все войско составляло более десяти тысяч воинов. Летом того же года войска Владимира на ладьях с озера Эльмень-Палавати добрались до верховья западной двины и волоком перетянули корабли в двину, по которой и подступили к стенам полоцка. Рогвалод вышел навстречу врагу и был разбит. После мощного штурма Владимир захватил Полоцк. И победители дали себе волю. Город был разграблен и сожжен. Пленного Рогвалода вместе с семьей привели к Владимиру. Нет, ни благородства, ни милость проявил будущий креститель Руси. Жестокая расправа ждала полоцкого князя. На его глазах Владимир изнасиловал Рогнеду, а потом убил жену, двух сыновей и самого Рогвалода. Становится не по себе, если представить эту дикую сцену. В одно мгновение погибала, летела в бездну небытия вся сознательная Рогвалодова жизнь, надежды, мечты. В одно мгновение не стало близких и дорогих ему людей. За это мгновение пережил он столько, что другому человеку и за всю жизнь не суждено. Да лучше он погиб в битве на поле брани, чем видеть, как под смех завоевателей Владимир растоптал честь его дочери, слышать последние вздохи сыновей и жены. Владимир удовлетворил свое звериное желание мести. Рогвалод побежден и убит, гордая Рогнеда осквернена. Вот тебе, сын рабыни. Это чтобы не гордилась, чтобы от каждого его слова чувствовала ужас. Он подарил ей жизнь. Только что это была за жизнь. С убийцей родных, нелюбимым, которого всем своим сердцем ненавидела. Горестная жизнь. И прозвали ее в народе Гореславой. Ярополк, узнав о завоевании Полоцка, послал к Владимиру своих воевод. И куда подевалась у Владимира смелость. В страхе он уже готов был убегать в Новгород, и только Добрыня задержал его. На реке Друдь встретились два войска. Добрыня сумел задобрить киевских воевод подарками и уговорить их предать Ярополка. Теперь в обозе Владимира ехала в Киев и Рогнеда. Наверное, те, кто раньше ее знал, с трудом узнали бы в этой молчаливой женщине бывшую девушку-красавицу. Судьба осудила ее на новые мучения, делить ложи с человеком, которого она ненавидела. Что оставалось ей? В самые тяжелые минуты, когда не хотелось жить, помнила, она последняя из рода Рогволодовичей. И, несмотря на унижение Игоре, ей нужно жить. Быть может ночами, уткнувшись лицом в ладони, она плакала. Безвозвратно погибло прошлое, но не погибла память о нем, ненависть к Владимиру жгла ей душу. Шло время, князь Владимир был занят государственными делами, походы, сбор дании, расширение границ своего государства. А доля жены прозаичная и вместе с тем вечен. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.